Подтвердилась, главная проблема, С-400, Т-24, Турция. Мехмед Тескан, Т-24, Турция. 16 ноября 2019 года. На первый взгляд, визит президента Эрдогана в США не дал никаких результатов. Собственно, так и ожидалось. Можно сказать, что лидеры повторили известные нам заявления. Но когда мы присматриваемся внимательнее и пытаемся прочесть между строк, возникает иная картина. Самой большой проблемой, вызывающей напряженность между Анкарой и Вашингтоном, являются вовсе не отряды Народной самообороны, ИПК, или террористическая организация Фет Холлаха Гюлина, Фета. Не то, что террориста Мазлума Кабани, Мазлум Кабани, командующий демократическими силами Сирии, примечание Пер, называют в Вашингтоне генералом, небезопасная зона в Сирии неоскорбительное письмо Трампа. Главная проблема – ракеты С-400. Президент США вынес эту тему на пресс-конференцию и заявил, что С-400 создают проблемы. Одним словом, Вашингтон говорит, купили, но не активируйте, не распаковывайте. А что будет, если Турция все-таки введет системы в строй? Начнут действовать тяжелые санкции. Законопроект о санкциях лежит перед Сенатом. Когда ракеты будут развернуты, он будет одобрен даже не с высокой, а со стопроцентной вероятностью. Еще недавно, до встречи Эрдогана и Трампа, в Анкаре были следующие настроения – Сенат одобрит законопроект о санкциях, но Трамп витирует его или сделает послабление пожизненно важным пунктом. Однако Трамп был настроен иначе. Американский лидер дал понять, что не промолчит в ответ на развертывание ракет в Турции, он согласен с сенаторами в этом вопросе, и в принципе эту позицию обозначил. Надо учитывать, что голова Трампа сейчас занята процессом импичмента, в следующем году должны состояться президентские выборы. Трамп и пальцем не пошевелит в пользу Турции. Сколько времени на это уйдет? Точных сроков нет. Анкара объявляла о намерении активировать ракеты в апреле следующего года. Найдет ли комиссия решение проблемы до этого времени? Едва ли. К тому же, если какой-то вопрос поручен комиссии, значит решение не ищется, и это всего лишь попытка выиграть время. Проблема С-400 так и будет сохраняться. Мы подождем выборов в США. В случае ухода Трампа мы будем вести переговоры с новым президентом. Что касается ИПК, отведение этих сил от нашей границы на 30 километров – это тема, по которой мы должны припираться с Россией, а не с США, поскольку США оставили этот регион русским. ИПК вместе с основными силами, включая те, что были размещены в горах и на границе, отошли на юг. Остались гражданские ополченцы в деревнях. Когда Эрдоган находился в Белом доме, министр обороны США Марк Эспер, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что США продолжат оказывать помощь демократическим силам Сирии, 80% которых составляют ИПК. США, очевидно, не изымут тяжелое оружие, хотя включили такой пункт в текст договоренностей, но что еще хуже, будут поставлять им новые вооружения. США по-прежнему рассматривают ИПК как важную силу для борьбы с ИГИЛ, запрещена в РФ, примечание редакторов. Разумеется, ИГИЛ – только предлог. США желают сохранить, использовать ИПК в качестве вооруженной локальной силы против Ирана. Вы спросите, а как же экономические санкции? Их судьба зависит от С-400. От этих ракет зависит судьба не только санкций, но и истребители F-35. Хорошо, но есть ли прогресс по таким вопросам, как экстрадиция Фетхулаха Гюлина, Феттула Агулин, дело Холкбанка? Холкбанк. Все эти проблемы остаются на своих местах в морозильной камере. Таково краткое резюме визита Эрдогана в Вашингтон. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.